бездача бездача повез обратно он попросил по дороге заехать в один адрес и больше не вышел нет я ешьте не держу там уж спокойно ты же не будешь то бегать добрый наш на казакова прикольно костюм хоть дождешь да да даже нет что они нет миски Останься с тобой, а поднимусь с кипом, да и вот, все нормально. Да, я не парюсь. Не та сумма. Ну, слушай, пытались кинуть ее на меньшую, но... Ну, если б не было, я б тебе прямо сказал, нету другом. Да, не-не, понятно. Дождей, я сейчас выкину окно. Сколько там? 90 рублей. Все, а ну нет. Не с нами. Не с нами. Хочу мне сидеть, а ну выкинь. А? Думаешь, я не держу? Я ничего не думаю абсолютно, просто настолько часто кидают, что он же сам тебе предложил, а не я и говорил. Ну, с дверьюми сейчас сколько, значит, ничего? А? А? А! Нет, я же тебя не держу, ты можешь спокойно видеть, я же не буду за тобой бегать. Ну, посмотри сейчас, смотри. Видишь, смотри. Какой тоже? Слушайте, на удивление не кинули. Слава Богу! Я вот, на самом деле, я не люблю таких левых разговоров там, что уже подъезжая к дому начинается, слушай, я переведу, я там это, я вот, мы тебе друга оставим. Причем, да, говорят, ну, друг посидит, мы, короче, это, тебе деньги, деньги выкинем. В результате, стоит ему идти, он такой, ой, а что я буду сидеть там, ты что думаешь, мы убежим? Блин, вот на самом деле, как показывает практика, вот именно такие убегают. И вроде, да, 90 рублей, но у нас, к сожалению, народ готов за 90 удавиться, мне дает. И ведь каждый раз, блин, думаешь, блин, ну что там, из-за копеек народ будет размениться. А народ реально разменивается, народ разменивается из-за 10, 20, 30 рублей. Ну что это, блядь? Для работы курьером и водителем в Яндекс.Доставке и такси рекомендую надежного и выгодного партнера Эксперт Парк. Если вы автокурьер, то они могут вас подключить к акции в доставках в смену, где гарантия достигает до 460 рублей в час. Вне зависимости, были заказы или нет. Работают более 7 лет по всей России, есть выгодная комиссия всего 50 рублей в сутки. Автовыплаты происходят ежедневно и без комиссий. Есть еще моментальные выплаты с дополнительной комиссией. Также у них можно приобрести термокороба в офисах в Москве и в Санкт-Петербурге. Зарегистрироваться можно через любой удобный мессенджер, либо на их официальном сайте. И будьте осторожны, их копируют недобросовестные конкуренты. Сотрудничайте только с оригинальным Эксперт Парк. Дорезной обратно. Дорезная, да, и подночь повесим. Мы можем вот так вот, там направо и по Кронерскому. По-моему быстрее. Создачи-бездачи? По-моему, бездачи. По-моему, как слово было 446. 250 тысяч раз даем. А, 50 тысяч. Я там забегу. Вправд, можно запури сигаретку? Да. Курение вредно для здоровья. Не курешь, Машенька? Или сам не курешь? Согласен, туда не надо. Ты только делаешь глоток. И в это же мгновенье Тебе на полных парусах Несется настроение. Да. Остается так. Не е. И это как-то пришло. И это как-то шат. Это то, что там. Остается поднимут. И это тут. Хочется поднимать края. Нет, он же даёт. На свет. Он и скрыт. И тут. Я работаю по 12 часов, он говорит так, сутки через двое, день-ночь, два дома, работаю в тюрьме. А в тюрьме сейчас ужин. Мне выходит 50. Но это без деба, чем в воду приехал. Просто работа только специфическая. Это самый последний раз. Нам нужно было проще выезжать. Дальше, дальше… Вот сейчас здесь, направо резко. Вот так пойдёшь… Потом вот так пойдёшь… Резко направо, здесь, вот здесь тормознительно. Да. А я учитал этот дом. А нам здесь сразу надо будет на автомобилу. Андрюш, я пять минут. Да. Короче, штука такая. Я его дождался, отвез обратно. Повез обратно, он попросил по дороге заехать в один адрес, там прямо рядом практически с дома, подождать его. И больше не вышел. Ну, я не знаю, я не удивлен. Да, я, конечно, лоханулся, не взял вторую половину суммы, 250 он оплатил. 250. Получается, там еще набежало, короче, еще рублей 350 он по факту должен. Заказывал он с телефона из продуктового магазина. То есть он как бы сосед, и они его знают, он постоянно там что-то покупает, и он попросил заказать ему такси туда и обратно. И вот таким образом подставил, потому что теперь на телефоне этой женщины долг, и она, например, себе заказать уже такси не может. Жаль, конечно, этого добряка. Как-то так вот, оказался нормальным мужиком. Будьте аккуратнее. Ну, номер оставили, если что, наберет, если мозгу вхватится. Короче, народ, продолжение ситуации с тем мужиком, вот про которого я сейчас только что рассказывал. В результате он зашел в магазин, девушка с него потребовала, конечно же, деньги, так как ее телефон заблокировали. То есть, ну, пока она не оплатит его долг в 350 рублей, он не выйдет, ее не разблокируют. Он отказался ей отдавать деньги, сказал, что якобы он вышел через 20 минут, а я уехал. Ну, как бы вопрос, какого хрена я его должен ждать. 20 минут, когда, по сути, он еще один адрес, мы заехали по дороге, еще дальше. То есть, дополнительно вообще лишний, ненужный адрес. Он просто ушел на 20 минут. Ну, с какой стати я буду его ждать? Деньги капают, я ждал, я звонил, никто не вышел. Соответственно, как бы, понятное дело, что он просто хотел кинуть. Вот, ей он деньги не отдал, взял мой номер и сказал, что сам не отдаст. Ну, вот, 100% никто мне ничего не отдаст. Но девушка меня будет держать в курсе, как он появится, она меня наберет, и мы будем с ним решать вопрос.